МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ювелирные изделия, оцененные в 160 миллионов рублей. Расскажем, как бдительность одного мужчины спасла жизни двух человек. Минут пять, наверное, уже задохнулись. Жилой дом, в котором спали люди, сгорел сегодня на улице Оранжерейная. А также гибель, рабочих настройках и хроника дорожных происшествий. Пару секунд даже проходит, и тут пахнет резко. Он просто летел. Это и не только прямо сейчас. В Казани нашли драгоценности, которые, предположительно, еще в 2018 году похитил житель Колумбии Эдгар-Алехандро Валеро-Валеро. По данным следствия, подозреваемый украл чемодан с бриллиантами общей стоимостью 160 миллионов рублей после выставки ювелирных изделий, проходившей в Казани после чемпионата мира по футболу. Елена Саляхова узнала, что все эти годы похищенные ювелирные изделия лежали на улице вблизи крупного торгового центра. Жители Колумбии Эдгар-Алехандро Валеро-Валеро полицейские заподозрили в краже чемодана с якутскими бриллиантами в июле 2018 года. Драгоценности пропали с территории выставочного центра. Участники после завершения выставки разбирали экспозиции и увозили вещи и драгоценности. В это время сотрудникам охранного предприятия вызвались помочь несколько мужчин. Вместе они сложили вещи и чемоданы с бриллиантами в автомобиль. Уже в аэропорту представители компании не досчитались кейса с драгоценностями. Ущерб оценили в 160 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе изучение записей с камер видеонаблюдения, изъятие биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года подозреваемого задержали в Аргентине. А в марте этого года экстрадировали в Россию. И совсем недавно его доставили из Москвы в Казань. В суде во время избрания меры пресечения мужчине задали вопрос, который интересовал многих. Однако Эдгар Валеро-Валеро на него не ответил. Где бриллиант спрятал? Но полицейским он все же рассказал, что бриллианты из Казани не вывозил. Все эти годы они лежали в лесополосе на улице Мусина. Мешки с драгоценностями он закопал. Но так как города не знал и не мог указать точное место, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В итоге они нашли и изъяли четыре мешка с ценностями. В похищенном чемодане находилось 1800 ювелирных изделий. Это колье, серьги и кольца. Драгоценности будут переданы законному владельцу. По статье «Кража группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Елена Саляхова, Айрат Назипов. Вызов 112. В Татарстане по горячим следам задержали двух жителей Лаишевского района по подозрению в нападении на таксиста. По данным ГИБДД, двое приятелей силы отобрали у 61-летнего мужчины Рено Логан и скрылись. Мужчина обратился в полицию. Машину вскоре нашли, угонщики ее бросили, наехав на бетонный блок. Вскоре нашли и подозреваемых двух мужчин. Одному 31 год, другому 34. Владелец машины их опознал и показал, кто именно сел за руль. У предполагаемого угонщика были признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что его уже лишали водительских прав как раз за езду в нетрезвом виде. Сейчас в отношении обоих подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В набережных Челнах разбился 21-летний студент. Он упал со строящегося здания. Как установила прокуратура, уроженец Узбекистана устроился на стажировку разнорабочим накануне и должен был проходить ее два дня. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле прокуратуры. Один человек погиб, другой получил множественные переломы. Таковы последствия падения люльки автовышки на строительстве объекта в Елабужском районе. По версии следствия, двое мужчин, находясь в люльке, проводили сварочно-монтажные работы. В этот момент по неустановленной причине оборвался трос. Оба мужчины упали на землю с 10-ти метровой высоты. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Тело мужчины нашли возле дома, по улице Чингиза и Тматова. Как рассказали очевидцы, примерно в 16 часов мужчина выпал из окна 14-го этажа. На место сразу же прибыли полицейские, следственная оперативная группа и медики, которые констатировали смерть мужчины. Сейчас следователи выясняют причины трагедии. Двух человек, спавших внутри горящего дома, спасли неравнодушные соседи в жилом массиве Кукушкино. Деревянный дом загорелся сегодня днем на улице Оранжерейная. Заметив дым, один из местных жителей бросился в горящее строение спасать людей. Айрат Назипов был на месте. Минут пять, наверное, уже задохнулись. Муж этой женщины первый, кто заметил пожар. Проезжая по улице, он увидел дым, идущий из одного из домов. Тут же остановился, стал стучать в окна. Именно это и спасло жизни двух человек. Женщина и ее зять в это время спали. Проснулись как раз от стуков в окно. Еще немного, и они надышались бы продуктами горения. Выбираться с захваченным огнем дома мужчина помогал им вместе с другими соседями. Я очень болею. Я лежала на кровати. Зять пришел в дежурство, там в другой комнате спал. И вдруг стуки стали в окна. Я разбудила его, что там случилось. Мужики кричат, вылезайте, сейчас горите. К окнам-то подошли нас, мужики, вытащили оттуда из дома. А там уж с кухни уже горело во все. В суматохе хозяева даже не поняли, по какой причине вспыхнул пожар. Вскоре огонь охватил едва ли не весь дом. Откуда пошло, вы не знаете, да? Ну, с кухни, а с кухни. С кухни? Вы там ничего не готовили? Ничего там нет такого? Ничего себе. А плита там нормальная, исправная была у вас? Электрооборудование? Нет, она 30 раз выключена вообще. Из горящего дома пожарные вынесли несколько газовых баллонов. К счастью, взрывов удалось избежать. В происшествии никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена пожарными разнователями. Жить в этом доме дальше вряд ли возможно. Что не сгорело, пострадало от гари, копоти и воды. Застрахован он не был. А восстановление, скорее всего, будет довольно затратным. Впрочем, как признались жильцы сгоревшего дома, им есть куда переехать. Здесь жили только летом, используя этот дом в качестве дачи. Айрат Назипов, Адель Мендубаев, Вызов 112. Бензовоз и фургон столкнулись сегодня днем на трассе М7 в Мензелинском районе. По предварительным данным, водитель фуры уснул за рулем и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном, после чего вылетел в кювет. По предварительным данным, обоих водителей увезли в больницу. Из-за аварии автоинспекторам пришлось ограничить движение на участке дороги. Один человек пострадал в столкновении трех автомобилей на перекрестке улицы Болотникова и Кулахметова. Дорогу там не поделили Toyota, Lada и Hyundai. Причем все уверяли, что ехали на зеленый. Как такое возможно, пыталась узнать Айгуль Бодрудинова. Я ехал на зеленый. Водитель Lada полностью уверен, что прав. Рассказывает, что ехал по Кулахметова на перекресток, выехал на зеленый. Это помнит точно. Впереди ехала машина такси, он следом за ним. И когда повернул на Болотникова, сзади в легковушку врезалась Toyota. Мы же проехали, значит, наверное, ездят какие-нибудь камеры или очевидцы. Получается, я выезжаю, ну вот сюда, передо мной такси. Я его пропускаю, чуть торможу. Пару секунд даже проходит, и тут бах, удар резко. Он просто летел. Удар был очень сильным. Отечественную легковушку тут же откинуло вперед на Hyundai, за которым он ехал. Водителю Lada Grante после аварии стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Мужчина жаловался на боли в шее. А кто виноват в КПП, получается? Я же прямо ехал. Водитель внедорожника говорит, что не тормозил. Поэтому это он ехал на зеленый. А виноват в аварии водитель Lada, проехавший на красный. Каждый из участников аварии остался при своем мнении. И теперь устанавливать виновника будут сотрудники автоинспекции. Айгуль Бодрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Выза 112. Мотоциклист пострадал сегодня на проспекте Амирхана, врезавшийся в легковую Toyota. По рассказам водителей на марке, в аварии виноват сам байкер. Молодой человек упал на асфальт, не мог встать, но при этом не хотел обращаться к медикам. Диляра Юсупова расскажет подробности. К приезду автоинспекторов мотоциклист лежал на газоне. Подняться на ноги не мог. Чувствовал он себя, мягко говоря, не очень хорошо. Но упорно отказывался от помощи и не давал вызывать скорую. Вы сейчас скоро поедете, да? Все хорошо у него. За несколько минут до этого мотоциклист столкнулся с Toyota. И водитель легковушки пребывал в эмоциональном шоке. Во-первых, от самого факта аварии. Во-вторых, пострадал человек. Мужчина рассказал, что в произошедшем он не виноват. И что-то сделать для того, чтобы избежать столкновения, просто не мог. Сзади влезал за мне мотоцикл, и все. То есть вы ехали? Он вас ехал, что ли? Да. А вы тормозили резко, что ли? Я не знаю, не помню. По какой причине водитель мотоцикла въехал в иномарку, и кто в этом виноват, будут выяснять автоинспекторы на разборе происшествия. Диляра Юсупова, Айрат Назипов, Адель Миндубаев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алиях и Рудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алиях и Рудинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова